здравствуйте я очень вообще вам благодарна что вы согласились поучаствовать в нашем юнисефовском эфире про ковид потому что мне кажется что про к вид нужно говорить именно с вами то есть людьми которые прямо и совершенно непосредственно в нем работают и видят его из внутри ситуация мягко скажем сейчас такая пожестче стала да то есть она и так не была особо томной но сейчас она стала еще пожестче и мне кажется что очень важно поговорить об этом именно с вами итак у нас в эфире светлана федорова директор центра лечения инфекционных заболеваний николаевской области и валентина мендреску заведующая отделением инфекционным больницы областной в черновцах напомню что черновцы собственно и начали всю эту историю с к видом да то есть первый пациент был госпитализирован именно в черновцах а тем кто еще не подписан на светлану федорову очень советую на нее подписаться в фейсбуке если вы хотите видеть что происходит в реальности внутри больницы наверное она сейчас самый активный блогер главный врач по этой теме то есть я по старинке называют а главный врач хотя теперь это называется модным словом директор вот так что подписывайтесь и смотрите что происходит я буду вам задавать самые разнообразные вопросы из самых разных точек зрения хотя в первую очередь я уверена что этот фир конечно будет интересен нашим коллегам но знаю что и людям просто людям тоже он думаю что он окажется полезен скажите мне пожалуйста какая вот вы уже работаете в этой истории до 6 месяцев уже прошло с тех пор как мы начали не так ли да вот скажите мне пожалуйста мне такой совершенно не скромный лобовой вопрос а какая у вас зарплата вот светлана у вас какая зарплата сейчас вы за какую зарплату ходите на работу у меня официальная зарплата директора восемь тысяч девятьсот это тоже оклад тройная зарплата это идет начисление за старше и так далее то есть самую большую зарплату которую я получила директор на руки это было сорок девять тысяч гривен это был июнь месяц то есть май и июнь и я такую получила у меня были реаниматологи врачи которые получили на руки больше семидесяти тысяч то есть это семьдесят две семьдесят три это полторы ставки как все набавки и так далее то есть это был тройной оклад у меня были медсестры сейчас есть 15000 санитарки 15 25 тысяч а вы назвали месяц июнь а в июле это как-то исчезло и июль и август это исчезло я объясню почему потому что доплаты эти в основном мы брали не из нсзу не покрывает зарплату то что выделяется а эти доплаты нам выделяла сессия угол совета из местных бюджетов мы предоставляли расчеты нас проверяла и держпрати то есть правильность расчетов и так далее строго по постанове к му то есть никаких нарушений не было и облсовет единогласно депутаты согласились что нужно выполнять распоряжения кабмена и недостающую сумму нам как бы доплатил облсовет из местных бюджетов валентина а у вас какая ну на раз я с березня месяца мы утримаем патриотную зарплату в березне правда нам заплатили за рахунок областной ради а починаючи квитом червень липень мы отримали патриотную зарплату понимаем скажите пожалуйста какие вы видите самого начала и вообще вот но на сейчас какая динамика идет по персоналу кто ушел кто пришел кто как себя чувствует что вообще происходит с персоналом сейчас вот все таки прошло много месяцев да то есть шесть месяцев кто начнет давайте валентина с вас что видите по персоналу например как заведующая отделением березни месяц и когда вернее что скажем и так что с кинца нас начали поступать ци пацієнта перший пацієнт поступил до нас 29 лютого втоди звільнилось десь біля десяти співробітників одна медсестра відразу відмовилась обслуговувати такого пацієнта написала заяву потім пішло шесть санітар очок і в червні місяці звільнилася лекарь всі решта працюють насколько легко вам взять час новых людей просятся к вам люди сейчас я пришли до речи пришло вісім молодых дівчат після медучилища задоволенням працюють вчимо їх думаю шо буде все гарант з позиции главного врачам у нас в марте месяце также несколько порядка шести человек уволилась но это было связано не с отказом ни один человек не отказывался работать ни один человек не отказывался никого обслуживать это были младшие медсестры и медсестры которые жили в отдаленных районах области к сожалению местная власть не позаботилась а мы своей машиной не могли больничная у меня и муж водил с работы на работу опрашивался со своей работы чтобы возить то есть это была проблема доставки персонала на работу меня лично таксисты отказывались ночью водить на инфляционную больницу я пешком бегала если нужно то есть была проблема а у меня 90 пациентов санитарочек это жители области добраться реально было нереально до 200 км то есть сутки отработали двое дома но это стало невозможным плюс была проблема что у тех у кого маленькие дети они обычно оставляли на куму на сестру люди в деревнях отказывались осматривать детей пока человек на смене и выясняли это темпы между до разной больницей работают то есть только с этим были связаны увольнения на сейчас есть нехватка как и везде у нас медсестры это не до того что уволились и просто их не хватает у нас пришел молодой реаниматолог у нас в основном молодой коллектив я очень этому рада ни один человек не отказывался и даже сейчас не получая свою зарплату никто не сказал я уйду никто не ушел в отпуск все на своем месте все работают вы говорите сейчас не получая зарплату на данный момент не выплачиваются зарплаты или не выплачиваются с тройной надбавкой с тройной надбавкой имею ввиду что к сожалению больных стало больше 3-4 раза а тройную надбавку я могу выплатить не всем потому что не проводятся сессии оба совета и а как происходит сейчас ваше сотрудничество например с нцзу потому что вы же все в реформе то есть как вы что происходит вообще с входом в реформу как в таковую и как происходит ваше сотрудничество с нцзу в рамках к вида как вы его ощущаете к сожалению те формулы которые предоставила в ковидном пакете ничего общего со здравым смыслом эти формулы не имеют например я уже приводила пример мы приняли в три раза больше людей в августе чем в июле в июле приняли больше чем в июне мы получили мы денег от нцзу меньше и чили и так далее оказывается есть такая хитрая формула в инцзу действующая мы все складываем случай тяжи все замечательно но потом умножаем на коэффициент введенных в эксплуатацию в данном месяце аппаратов и вы у нас был хороший спонсор он на все аппараты это 30 штук подарил еще в марте соответственно естественно не в июне не войну в июне еще два у меня пришло а в июле и августе мы не вводили в эксплуатацию не хватает на 32 аппарата мне больше не надо но при этом получается что все наши усилия множатся на ноль количество людей и так далее пролеченных умножается на вот этот коэффициент нулевой и мы получаем меньше денег чем если бы пролечить то есть неважно сколько мы людей пролечили сумасшедшая формула опять же дальше по бригадам и зазу считает бригады реаниматологов уволился у меня реаниматолог его ставку разрабатывают все остальные то есть от того что их стало не 6 опять количество питательный уменьшилась медсестры нюанс младшие медицинские сестры санитарочки не учитывается врачи инфекционисты не учитывается в этих формулах то есть я должна рассчитывать на какую-то призрачную бригаду какая бригада у меня люди работают и уходят домой сутки больше чем полторы ставки работы и мало того что мы должны оставлять врача после суток у меня остаются люди падающие с ног сидят в эти компьютеры загоняют сведения это все а кто у вас кстати загоняет в компьютер потому что врачи-то заняты другими делами кто загоняет врачи медсестры и загоняют причем половина привозят скоро паспорта нет и н.н. нет у меня он верующих пролечилось две семьи они категорически против их систему заводили то есть это 14 человек у меня выпали инцезу не принимает приезжают люди у которых просто нет документов у них подтвержден этот ковид я же не могу их оставить на улице эта ситуация очень дикая и ненормальная и те три с половиной три двести миллион три миллиона 200 тысяч извините мне только на зарплату надо 5 на больницу с чего мне покупать медикаменты антисептики защиту и так далее ну почему такая формула почему как я три миллиона в 5 не превратятся понимаете валентина как у вас вот с позиции заведующего отделения как вы это ощущаете мы так сами мы всех пацієнтів пролікованных мы вводим на жаль ті пацієнти які прийшли без направлення які не уклали угоду с семейным лікарем вони так само не проходить тобто нам енцезу не платить за них грошей це робить лікуючий лікар після зміни або якщо є можливість під час зміни на жаль да и лишается и після работы чтобы вести пацієнтів не всі проходять але НЦЗУ нам оплачили вы ощущаете больше денег меньше денег валентина я не можу вам сказати але дивлячись на те что мы отримали потрібную зарплату наскільки я знаю говорим наш генеральний директор за липень за серпень НЦЗУ заплатила полную сумму но вы как заведующая не можете оценить для себя вот со своей именно позиции стало ли денег в целом больше по больнице или нет или стало или для вас больше для ваших нужд как заведующий я едино можу что сказати що ми не в повному обсязі забезпечені медикаментами якщо то що стосується лікування покращилась дещо матеріальна база нашого відділення сейчас мы к этому придем сейчас придем к этому вопрос у меня наверное такой если говорить о персонале да то есть в моем представлении вот ну когда люди кислородозависимые и когда они находятся в тяжелом состоянии то это очень много работы да ну всех ней работы да то есть им нужно там подкрутить этот кислород поправить назальные конюли поправить маску там дать воды и забрать воды там пульсоксиметрия и так далее то есть это очень много возни но если таким вот сленговым словом сказать это возня да то есть это сложнее чем мы обычно привыкли работать например я как инфекционист но там привыкла работать например на вспышки кишечной скажем инфекции мы бы работали немножко иначе не так ли или даже на вспышки кори мы бы работали немножко иначе и вот связи с этим ощущаете ли вы нехватку персонала и если да то какого и с какими компетенциями то есть сколько для вас было бы в идеале сейчас и как чего увеличить чтобы оно заработало лучше и для вас как для руководителя и для пациента в уходе по приемному покою если можно увеличивать в два там или в три раза не нужно то есть у нас работа организована так что достаточно отработан алгоритм вы знаете что наша область проходила эфиры у нас массовая была вспышка кори то есть у нас алгоритмы были отработаны еще давно но в отделении реанимации на сегодня я могу с уверенностью сказать что умножить на 3 хотелось бы потому что одна медсестра одна санитарка и один врач на 12 реанимационных пациентов 6 7 из которых на ивл это раз по отделением ровно два раза не мешало бы увеличить полтора раза врача потому что физически не успевают писать врачи обход заканчивается закончился а тут надо еще тяжелых еще раз глянуть то есть полтора раза увеличить врача и в два раза медсестры и санитарки потому что у всех ну вы понимаете два раза в сутки идет минимум антибиотик готовить три на вену там все эти прибород и так далее то есть по реанимации я смело умножаем на три приемный покой оставляем как есть и отделение обычно это умножить на половину а вы Валентина что скажете вы как себя увеличили как заведующая работы были организованы таким образом что на приемня у вас работали два лекаря когда, ну, при дохода у вас появилась до корз quién используются пульмонологического отделения было перепровождено в инфекцион bilмах кульмонологии и лекаре пульмонологи проживали как инфекционисты было два лекаря в приемального отделения и один лекарь partат в инфекционном отделении и один в кульмонологическом отделении Что касается среднего персонала, нам так же на помощь приходили медсестры из других отделений. То есть на секции, если было 30-35 пациентов, целодобно работали три медсестрички. То есть вам достаточно было, не было необходимости что-то увеличивать? Да, да. А на сейчас нужно вам что-то увеличивать, если да, то что? При потребности. Наразі у нас 51 пациент, и мы справляемся со своими силами. Ну, прежде всего, это обучение, хотя уже у нас все отделения, абсолютно каждая медсестра любого соматического отделения у нас уже стала реанимационной медсестрой. Потому что у нас, к сожалению, не одно отделение, у нас вся больница закрыта под COVID, и мы эти кадры несчастные атасуем. Сегодня отработал в отделении, завтра спать не идешь, идешь, работаешь в реанимации. Но, к сожалению, к нам очередь не стоит, из других больниц никто нам на помощь не приходит. Как бы мы ни просили, как бы мы ни хотели, как бы мы ни рисовали. А почему? Страшно? Страшно, да, не хотят люди. Эти, знаете, нарисованные в плане, я говорю, бумажные, такие, знаете, виртуальные, так званые, бригады усиления, на самом деле, не существуют. Я лично перезванивала каждому, и все, которые в других больниц стоят, так сказать, в плане резерва, все отказываются, все боятся. Хотя, повторюсь, у нас, наверное, единственная больница в Украине, в которой не заболел тихо-тихо, чтобы не гладить, ни один медработник, ни один из медперсоналов у нас не заболел. Поэтому отказываются, боятся, не хотят. Поэтому действительно сверх нормы работают все, абсолютно, абсолютно все. Чему бы вы их учили, если бы хотели, если бы могли бы что-то хотели? У меня, я же вам повторюсь, все уже стали реанимационными, но именно навыки интенсивной терапии. То есть это касается и младшего персонала, и среднего, и врачей. То есть у нас практически сейчас все интенсивисты, и это нужно усиливать. А вы, Валентина, чему бы их учили? Или вообще, если бы учили чему-то? У нас нема реанимационного отделения, у нас палата интенсивной терапии на четыре линшка. Так же и медсестры, и лекарь сами подключают, сами подкручивают. Может быть, так же, каким-то реанимационным навичкам, особенно молодой, которая приходит, я думаю, что им надо знать больше. Как у вас обстоят дела с кислородом? Достаточно ли вам кислорода? И чего хотите в этом плане? Ну, как на наше отделение недостатньо. У нас в палате интенсивной терапии лише четыре точки подключены до подачи кисни. Централизованно, вы имеете в виду, да? Централизованно, да. А сколько хотите? Ну, я думаю, хотя бы 20-25, чтобы было точек. А концентраторов у вас сколько? А у вас как, Светлана, с позиции большой больницы? С позиции большой больницы точек-то у нас много, и концентраторов тоже. На сегодня, к сожалению, ситуация такова, что концентраторы уже не спасают. У меня на сегодня, мы уже 48 концентраторов имеем, но этот 10 литров поток – это ни о чем. То есть у нас все на высокопоточном кислороде, мы берем только крайний кислород. У меня практически вся больница стала одной большой реанимацией. Благодаря спонсору у нас есть 88 точек выхода кислорода, но дело не в точках. И опять же, сейчас Интузу начинает считать точки выхода, я вам объясню, почему. Пусть их будет хоть 3000 точек, дело в том, что у меня всего 70 баллонов кислорода и 3 криоцилиндра. Это все, если раньше нам могло хватить на 4 месяца, на сегодня это хватает на полтора дня. Поэтому хоть я сделаю еще миллион разводов точек, заправить больше я не могу. То есть вам нужна кислородная станция, грубо говоря? Нам даже не финансы, по-моему, нам надо поставить хотя бы 2 или 3-трех тонника цилиндра, чтобы я могла их заправлять хотя бы раз в неделю. Но сегодня раз в полтора дня эти сумасшедшие деньги уходят на кислород, несмотря на то, что нам завод Заря помогает, но он помогает баллонами, 3-цилиндра мы сами заправляем. Откуда вы берете эти деньги? Это бюджет больницы или спонсоры вам покупают кислород? Конечно, это то же самое инцидурует. Мне думают, то ли зарплату заплатить, то ли кислород закупить. Понимаете? При том, что на зарплату 2,5 миллиона не хватает. Вот я стою перед выбором, то ли купить кислород заплатить, то ли антисептик купить, чтобы беззаразить моих людей, да, защитить. То ли защиту купить, то ли выплатить эти 200% от 300, но речь не идет. А вы, Валентина, этот кислород ожидаете от кого? От спонсоров или ожидаете его больше от бюджета больницы или от местной власти? Откуда он идет? Я думаю, что, мабуть, от бюджета лекарни. У нас есть один криоцилиндр на 3000 и плануют побудовать кисневую станцию в лекарне. Окей, а скажите мне вот что. Я, видите, как это прям по всем вопросам, которые меня живо интересуют, вас спрашиваю. Меня, может быть, потом, как это сказать, будут ругать, что я очень сильно спрашивала, что-то очень узкое наше. Но я надеюсь, что все наши коллеги будут смотреть, им будет также точно интересно, как мне, чисто такие очень профессиональные наши штуки. Скажите мне, как вы оцениваете с первичкой ваше сотрудничество? Чего бы вы прокричали первички, если бы могли? Что они делают не так, либо наоборот, что они делают так, как вам удобно? Или у вас вообще больше самообращений и у вас как бы первичка вам не важна сейчас? Вот что-то про ваше взаимодействие с первичкой. Кто готов начать? Не хочется обидеть первичку, но я, наверное, скажу одним словом, что все не так. Начиная с того, что больные тяжелые, в которых можно было изначально, которые не были тяжелыми, которые обращаются, звонят семейного врача. Категорически семейные врачи, может, это только у нас в регионе, но не выходят, не смотрят, не насторожены до сих пор при вот таком увеличении количества. Ну, неделю человек болеет, отказывают в ПЦР-тестах, говорят по пейпороцетамол, через неделю сходишь на общий анализ крови. Стало еще хуже, ну, пойди, поищи где-нибудь, сделай рентген. Человек обходит 3-4 стационара, находится, где ему соглашаются делать рентген, рентген не всегда информативно, нужно КТ. Еще неделю заканчивается скорая помощь, 70 сатурация, привоз инфекционного болезня. Без направлений, без каких-то указаний, что он был у семейного врача, причем и семейные врачи еще и обижаются, когда мы им звоним и говорим, ребят, ну, как же так, ну, почему, хотя бы, а что это мы должны это делать, кому-то сообщать. Вторая крайность, 37,2, мы выявлен ПЦР-тест, ой, бегом скорее в инфекционную больницу. 99,100, сатурация, температуры нет, как это так, вы не хотите этого больного положить. То есть, из крайности в крайность, ну, исключительно редкие случаи, когда человек почувствовал плохо, сделал ПЦР-тест, я вам скажу, что своевременная госпитализация, это самосознание самих пациентов, поход в частную лабораторию, если у людей есть возможность, выявление теста и не ожидая ничего. Вот вчера, в примерстве, мне больной пациент звонит, а что я буду семейному звонить, у меня пошли куда подальше, по телефону лучше охраны, у меня ПЦР-позитивный, я задыхаюсь, у меня кашля. А у вас, Валентина, как с первичкой? У нас приблизительно десь такая сама ситуация, возможно, 50 на 50. 50% пациентов доставляется специализованным транспортом, а 50% своим ходом, без направления, лікуя семейный лекарь и 5-7 дней, все это ликуется онлайн, и в большинстве случаев, когда мы хотим что-то запитать, або телефоновать до нас, ой, заберите пациента, он тяжелый, у него негативная рентген-динамика, и ответить на эти банальные вопросы, которые мы задаем, они не могут. Это не мой пациент, я на лекарь пошла в отпуск, я его не знаю, я лишь по телефону. И вот 50% мы имеем таких направлений, и с температурой 37, и 5, и 2, и почему его вы не берете, почему вы отмываете в госпитализации, ну вот аналогично ситуации. То есть правильно ли я понимаю, что вам запихивают очень много тех, кто не должен быть госпитализирован, потому что у него нормальная сатурация, и в то же время вы получаете много тех, у кого пропущен момент, и сатурация уже упала. А скажите, как вы поняли, насколько на первичке популярен и среди самих пациентов, например, тот же пульсоксиметр, по которому может доктор сориентироваться при консультациях по телефону, что сатурация падает, или не популярен пока? Ну, семейные врачи вообще у меня некоторые спрашивают, а что это такое, и такое есть, что такое сатурация, о чем вы вообще. Ой-ой-ой. Да, а у людей самосознание, ну, я вам в роли, как сказать, постоянно говорю, что у меня есть такие пациенты, говорят, мы вас посмотрели, купили сатурометр, и меряем 3 раза в день, да и сами, так сказать, им не нужен семейный врач. Пациенты, как семейные врачи, в роли. А какой вы видите выход из этого? Вот как системно вы ощущаете, что можно было бы повлиять сейчас на то, потому что тут же очень важно, чтобы доверие между вами и первичкой сильно выросло, не так ли это очень сильно упростит управление всеми этими потоками в ситуации, когда этот девятый вал начинает, ну, уже как бы захлестывать. Что видите, как быстрый выход? Что бы помогло, как вы считаете? Валентина, давайте с вас начнем. Что бы помогло? Что бы управленческие, вот вы бы, например, хотели бы, чтобы, как оно было? Я даже не знаю. У нас разработаны маршруты, и неодноразово проводились и тренинги, и занятия с семейными лекарями, и нас, инфекционистов, и третьего уровня. Ну, я даже не знаю, каким образом на них. Не могу даже вам сказать. А в чем вы считаете, Валентина, корень этой истории? Устали люди на первичке, им не интересно, у них очень много работы, или непонятен вот этот новый формат странный, ну, вот для них. То есть в чем проблема? Всегда же не бывает того, что... Я думаю, что они не дуже розумеют, не дуже розумеют, мабуть, чему они мают дела, с якими пациентами. Мне так здаётся. Окей. А вы, как думаете, Светлана, в чем вот эта проблема? Ну, вы знаете, я бы, если бы как управление, сначала бы с того, что, наверное, написала бы местный приказ, обязательный выход врача первички не по телефону. Вплоть до того, что запретить по телефону консультацию. Выход врача, если там есть патология, обязательное обследование ПЦР и контролировать это жёстко. Обязательное раз в три дня наблюдение с сатурацией, с записями. Пусть это будет запись в электронном виде, но я думаю, что на первичке очень много врачей, там есть персонал, у нас всё в порядке, система действительно отработана по маршрутам. И тут нужен жёсткий организационный контроль. Это можно делать. И заработает эта машина не сразу, но я думаю, две-три недели это можно налазить. А в чём корень? Ну, наверное, в том, что изначально были так запуганы, в том числе коллеги первички, что предложение само пойти посмотреть пациента вызывало не то, что панику, а в ответ оскорбления. Вы что нас туда посылаете? С чего это мы должны? Вдруг там ковид? Слушайте, ну вот с такой отношением вы, врач, должен видеть пациента. Онлайн – это не лечение. Чтобы мы не говорили о телемедицине, в данной ситуации очень важна ауксультация, очень важна сатурация, очень важны другие показатели, которые можно оценить на месте. И не пропустить, и не запустить утяжеление. Я и согласна, и не согласна, потому что мне кажется, что если пациент и доктор имеют очень доверительные отношения, и если они могут качественно построить диалог онлайн, он будет очень качественным, и пациент вовремя попадёт на лечение. Но всё зависит от некоторого искусства, я бы сказала, это делать. Потому что при выходе к такому пациенту понятно, что мы говорим и о ценах на защиту, на первичке тоже, и о количестве этих всех вещей, ну и всё такое прочее. А скажите мне вот что, а как отношения ваши со скорой пребывают, или как мы её называем, я даже не знаю, как теперь правильно говорить, но я по старинке буду говорить со скорой помощью. На что жалуется приёмный покой, чему рад приёмный покой, привозят ли их сразу на кислороде или нет, или вообще нет проблем в этой сфере. Вот как ваши отношения со скорой? Давайте, Валентина, с вас начнём. Ну, мне кажется, у нас нет проблем со скорой. Прикольно, здорово. Расскажите мне, что у вас с ПЦР-тестами. То есть, если это частные лаборатории, там всё понятно, это довольно быстро, наверное, так же, как и по Киеву. Если это государственная система, что у вас происходит, сколько ожидания идёт при ПЦР-тестировании? Если пациент сдавал его до госпитализации, это один сценарий, если вам известно, сколько они ждут. И второй сценарий, что у вас происходит, или может у вас вообще свои лаборатории стоят в больницах, и вы не зависите ни от кого. Как у вас с ПЦРами? У нас свою лабораторию третий месяц пытаюсь купить. Деньги есть, но никак сессия не пройдёт. И, значит, всё это висит. Уже поставщики отказались. То есть, я, к сожалению, третий месяц не могу купить ПЦР-аппарат, хотя всё готово. В лабораторный центр отправляются семейные врачи. Тут проблема больше не в лаборатории и в очередях. А проблема, опять же, семейных врачей стала то, с чем пациенты сдали, ответы им не говорят. Когда у меня и знакомые так проходили, просто люди уже знают, что надо позвонить Фёдорову, и она позвонит, главное, врачу ЦПМСД и ускорит. То есть, бывает, что ответ выдан, где-то на первичке это зависляется, а неделю, 10 дней человек не может добиться результата. Бывает, что если на следующий день, а через день, то есть тут больше зависит от организационных моментов, чем от загрузности. Плюс есть такие нюансы, вот у нас не так давно наше управление родной охраны здоровья областной издало такое странное рекомендательное письмо, что прекратите пока ПЦР, не спешите, давайте затормозим. Ну, я пыталась понять логику. Ну, почему? Ну, логику я так и не поняла. То есть, надо как-то отсрочить, давайте больше и ФА, меньше ПЦР. Ну, ну, как-то. Понимаете, поэтому тут всё зависит от врача первички, насколько он заинтересован в том, чтобы быстро обследовать пациента, а главное – получите результат. А у вас, как Валентина, что, сколько ждёте? В лекарне мы не имеем лаборатории, которая бы проводила ПЦР. Все анализы, которые мы берем, мы так же отправляем в лабораторный центр. Зазвичай, это 2-3 дни мы ждём. Бывают случаи, когда пациенты уже от семейного лекаря приходят с результатами, або позитивными, або негативными. Иногда доводится связывать, пациент нам говорит, что семейный лекарь взял мазочек на ПЦР, и доводится связывать уже с семейным лекарем, и он скидает нам або на электронную пошту результат данного пациента, або якимось чином передаёт, возможно, через родичам, это досліджение у отделения. Всех обстеживаем, проблем с обстежением у нас нема. А что, например, вот если вас спросили, а что сейчас самая большая проблема, что вас волнует обеих больше всего прямо на сейчас, вот в тот момент, когда вот этот вал немножечко захлёстывает, о чём вы больше всего не спите, что вас больше всего раздражает? Ну, если у меня в первую очередь это не сплю, это боль и ужас, это нерешённый вопрос до сих пор с госпитализацией детей. То есть у нас просто отсутствует официально с приказом на бумаге место, куда госпитализировать детей с COVID. И каждый такой подозрительный ребёнок, это ребёнок с COVID, это нервы, это ссоры, это агрессия со стороны любого лечебного учреждения. А вы себе не берёте? У вас нет детского отделения? У нас больница после того, как слилась с детства, по аварийности детской инфекции, был из нас приказ, что к нам идут дети с кишечной инфекцией старше 7 лет. Потому что больница взрослая, понятно, и всё такое. То есть у меня есть два педиатра, но нет реанимации детской, и всё такое. Поэтому, а все остальные капельные инфекции были рассованы по больницам, потому что в городе есть боксы инфекционные, есть детская больница, где есть 100 инфекционных коек сбоксированных, есть областная больница, где 50 инфекционных коек. Но тут вышла какая-то казус, потому что в момент, когда наступал ковид, мне помахали рукой, сказали, дети не болеют, поэтому все, когда напишем к вам. И как бы я не воевала на шабаке, говорилось, что дети болеют. И придёт время, когда это нужно будет менять. Без моего ведома это написали, но вы же понимаете, что такое сейчас, во взрослых болезнях коридорах люди сейчас лежат, ни одного детского лишка нет, ни одного детского питания нет, а приказ на бумаге остался вот таким. И это колоссальное. Понимаете, это боль моя, это стресс мой, это боль. А много обращений, много таких звонков от беспокойных родителей, что заберите нас к себе? Да не от родителей. Вот сегодня в 2 часа, в час ночи звонок из района, у меня ребёнок в тронхиальной астме, надыхается, звонит в доктор. Я везу на город, только повезу к вам, а вдруг это ковид. А у меня нет для предозрелых кое-как. У меня на сегодня больница работает только на подтверждённый ковид. То есть отделения для подпочтительных в теории не существует. Вот куда я должна положить ребёнка трёх лет, без персонала, без дежурных педиатров, без детских кроватей и так далее? А вы, Валентина, о чём плохо спите? О чём с подружками по телефону вечером возмущённо им так вот это? Вот берёте трубку и доколе что вот это для вас? Я, мабуть, дуже хотіла бачити инфекційне відділення, таке, яке воно має бути насправді. Наші лікарні 135 років и инфекційне відділення, ну, може трошечки воно младше, ми не можемо в повному обсязі дотриматись тих протиепідемічних заходів, так як це має бути, чітке поділення на зони, тому що, ну, це дуже стара будівля, вона взагалі, мабуть, не була передбачена підінфекційне, і я б дуже хотіла бачити своє відділення інфекційне сучасним, таким, яке воно має бути. У нас наразі тільки дорослі хворі, у нас дітей немає. Ну, у вас, я знаю, у кого діти, там, Оксана Знакова, своєю відділення. Так, у нас, Оксана, дитячий інфекційний відділення. Расскажіть мені, пожалуй, ще про ваше взаємодіювання з районами області. Вот, якщо ви їм могли прокричати щось, що «ребята, давайте по-другому щось», чи наоборот, «ребята, ви молодці, ви супер делаєте щось», що б ви сказали районам області, тому що тем, хто буде смотреть, хто не із нашої «песочниці», як кажуть, да, для просто людей, які не работають в медицині, я скажу, що це дуже разна медицина, коли це поступає чек з міста, і просто він прийшов своїми ногами, і совершенно другої історія, коли він поступає з района, віддаленого района і так далі, да, то як у вас з районами, що хочете їм прокричати, либо за що похвалити, либо і то, і другое? Ну, я скажу, що у нас райони в целом молодці, наскільки у нас отработано, ну, ми все-таки областна больниця, у нас тесне дземні действия с ними, вони дуже хороший підход, вони беруть пацієнтів, вони обследують, у них є практично в каждому районі можливість отдельно зодержати цих больниць до результатов ОЦР, а це, ну, два, максимум три дня, при виявлении абсолютно вони чітко докладують, знаєте, районні врачи намного лучше семейних, чітко докладують по параметрам, по тяжесті, состоянию, ну, і з району ми стараємося забирати всі, понимаєте, то есть, якщо в місті ми ще можемо, як я кажу, рафацію, і чоловік быстрий з района, навіть середнюю тяжесть, ну, якщо це є осложнення, там, диабет і так далі, ну, на сьогодні стараємося забирати всі. Тому райони хвалю за такий підход, і хотілося, щоб сімейні врачи підходили так, як підходять врачи в район. А у вас, Валентина, як ви, би що сказали своїм районам? Ну, так само, у нас більш-менш наладжена робота з районами області. З 11 районів, які має черні вецького, слише вдвох немає інфекційних відділень. Так само інфекціоністи добре працюють в разі необхідності. Всіх тяжких хворих ми забираємо на себе. Скажіть мені, як у вас с медикаментами і скільки дінек це стоить для пацієнта? Я так по-одески сказала, скільки дінек, але мене положено по-одески вражатися. То есть, що це в діньках для пацієнта? Якщо цей пацієнт, наприклад, попав просто в відділень раз, пневмонией, с тяжелой ковидной, або якщо він попав в реанимацию, це второй вариант. І що у вас с медикаментами, які відкуди поступають, і скільки дінек це стоить для пацієнта? У нас на сьогодні, наверное, курорт, тому що до сих пор в полностью за бюджетний счет лечатся пацієнта. Це можуть бути які-то мелочі, таких, які у чоловіх гипертонії, не можемо купувати, те, що є у нас, просимо там і прайдил, чи що-то не входит на спорелик, ми не можемо закупити, це одна-три ампули. На сьогодні, опять же, областной совет поділял деньги ще в самом начале, вони ще не до конца закончились, і ми своєвременно, у нас і миронем ідет бюджетний, і моксифолкуцин бюджетний, ну, ви понимаєте, о чому я кажу. Дорогі антибиотики, да, я перевожу для тех, кто не в нашій кимінах. І даже алюмин у нас шоу бюджетний, у мене удар по сердцу, но тем не менее, понимаєте, я как врача, все это ми делали, і пока що, не знаю, коли це закінчиться, думаю, що вот-вот, але пока це все гипроксіпорини, ну, пакупали низкомолекулярні гипорини некоторые пацієнты, у нас пока їх не було, а сейчас це все у нас за бюджет идет. Ну, то есть, есть мелочи, но это поверте, ми обчитали, у нас попадав іностранец, ну, не гражданин України, і ми обчитали один день в реанимації пацієнта, это без зарплаты персонала, без света, ну, вы поняли, да, чистый медикамент, оно получилось 24 800. На один день, верно? В реанимацію, если бы. Да, на один день в реанимацію. А у вас как, Валентина? Ну, у нас дещо гірша ситуація. Пацієнты наши забезпечені десь, ну, на відсотки, можливо, 40 медикаментами. Так ми маємо дороговартісні антибіотики, це група карбопенем, тежимеропенем, це фалосфоріни 3-4 покоління. Постійно проводиться закупівля в разі, ну, закінчення їх на аптечному складі. Маємо антитромболітичні препарати, кліксан, розхідні матеріали, там, шприци, системи, вата, спірт, жарознижувальні. Ці препарати є, ну, скажімо, десь на 40% пацієнти у нас забезпечені за рахунок держави, а решту докуповують за власні кошти. І скільки один пацієнт такой, вот, якщо він лежить у вас в відділіні, не в реанімації, скільки грошей для нього, якщо він лежить з пневмонією, з такої хорошої, ковідної? Без якоїсь наявної супутній патології, десь, наверное, півтори до двох тисяч, не так здається. В день? Да, десь так. В день, да? Да, просто порядок цифр. Ещё такой вопрос, наш професіональний. Ви в нескільки раз употребили супутню патологію, оно, і ми всі знаємо, що більше всього і тяжеліше всього те, у кого там, да, диабет, либо те, у кого гіпертонія, либо те, у кого був інфаркт, либо те, у кого онкологія, і т.д. Насколько вам легко получить консультацию других специалистів із других больниц? Ну, я так понимаю, ви, Валентина, в областной больнице, там не особая проблема, если коллеги соглашаются прийти. А поскольку тут больница інфекціонна, какие проблемы есть, Светлана, у вас в этом плане, для того, чтобы получить какого-то другого спеца? Иногда есть проблемы. Вы знаете, тут было такое у нас разгонячение, что городский, был приказ написан, городских пациентов консультирують городские специалисты, областных областные. Ну, поначалу, у меня был пример, это было в апреле, в май, по-моему, неразбериха, молодой парень, ничуть не платил, спортсмен, прекрасно, безумутною патологию, дал массивное кровотечение, в реанимации находился тяжелым, ковидно-тяжелым городской житель. Просто отказались, городские хирурги, мы не поедем, мы боимся. Когда я позвонила заместителя начальника управления городского, он начал рассказывать, да что это мы поедем, опускай ваши, как-то не знаю, ничего не знаю, это была ночь, и мне пришлось, значит, уговаривать, ну, как уговаривать, наши областные, спасибо, от Кликмана, если они приехали, ну, все закончилось благополучно, но в эти же месяцы, вот тоже июнь, были проблемы, если больного острого холецистита, он был пожилой человек с ковидом, до сих пор не вызначено, где мы будем оперировать, вот по сей день у нас не расписано, и ни одна больница не берет, мне себя ответственности сказать, что это кучитая аппендиция, ковид, мы его возьмем, и так далее. В городе врачи приезжают без проблем, городские, ну, и трахискому делаем, да, это без проблем. Несмотря на, я думаю, что это больше зависит, как бы, наверное, даже не от организационных, а от каких-то личностных качеств, того, кого мы просим приехать. То есть от того, насколько ты помнишь, что ты доктор. Окей. Скажите мне, пожалуйста, видите ли вы такую, какую-то проблему с патанатомами? Какие проблемы с патанатомами? Достаточно всего, у всех все нормально, все нормально работают, все окей. Хорошо. Тогда, наверное, перейдем к более такой тонкой теме. Какой бы помощи вы хотели для персонала психологической? И вообще, видите ли вы, ощущаете ли вы то, что называется burn out, то есть определенное выгорание и усталость? Что делаете для себя в этом вопросе? И что бы хотели, чтобы делали для вашего персонала? Я приведу очень забавный такой пример. Я сейчас нахожусь в таком положении, что я занимаюсь, конечно, ковидными пациентами, которые из моего ближнего круга. Ну и понятно, что это пациенты очень нервные, особенно если они кислородозависимые. Но все-таки я нахожусь в таких шикарных условиях, что я не выхожу в отделение, правда, работать, я не выхожу в больницу работать. Это немножечко другое. Но даже я ощущаю burn out от количества ответственности, от страха, что с этим пациентом что-то случится, что ты не можешь ему помочь. И, например, для меня там хорошо работает, когда просто у меня кто-нибудь спрашивает, а как ты? Или если мне кто-то присылает цветы, или что-то простое. Я не представляю, как вы выживаете, если я плохо выживаю в своей, идеалистической, мягкой картине. Мне трудно себе представить, как выживаете вы. Так вот, что помогает вам, и что вы хотели бы, чтобы люди, либо бизнес, либо кто-то делал для вашего персонала, для того, чтобы было легче? Вообще ощущаете ли вы это как проблему? Проблема ощущается, и проблема колоссальная, вам скажу. Я еще раз подчеркнула, из-за того, что нет бригад резерва, у нас люди не уходят в отпуск, не уходят на выходные, никто не помнит, когда был полноценный у кого-то просто выходной день. Я стараюсь отпускать персонал, но все видя рядом вот такую ситуацию, мы видим просто, ну, мы сейчас как одна такая семья, мы же не можем бросить друг друга. Все это усугубляться, если вначале еще были такие попытки, как я это называю, порука плескания. Сейчас это больше негатива идет, это и СМИ, это и окружающие, у нас еще с управлением нюансы, то есть как бы нас не очень любят родные. И поэтому, даже, вот я вам приведу маленький пример, на день медработника, поздравляю всех на селекторе, нас забыли упомянуть, как бы забыли инфекционную больницу, наше областное управление от Латарии. Ну, я не об этом, спасибо отметила областная рада, и ОГА в этом плане. Просто, знаете, люди действительно очень истощены психологически, это ощущается. Мы говорим друг с другом, потому что мы в семью не имеем права это принести. Ни я, ни любое другое не принесет в семью свои психологические проблемы, усталость, 3-4-5 ночей на работе, оно дает о себе знать. Поэтому, все, что вы назвали, хотя бы первые не мешать и не ругать, уже никто не будет вкопать. Знаете, вот не вызывайте нас мировым заговором, не вызывайте, что мы тут наживаемся. Вы бы видели, что поднялось у нас, когда осуществили зарплату моих врачей, медсестеров, санитаров. Полугорода обозвали нас негодяями, мерзавцами, то, что 49-50 тысяч на руки получить, то, что врача четвертовать нам. А то, что врач там 25 суток провел на работе, а 3 дня дома, это же никого не интересует. Поэтому, хотя бы не ругать, не обзывать, то, наверное, на сегодня было бы. А вот цветы, это вы уже фантастику рассказывали. Кто-то меня спросил, как ты, о чем? Ну, вообще было бы здорово, если бы кто-то спрашивал. А как вы? Вы знаете, на сегодня я не знаю. Если бы это позавчера, может быть. А на сегодня уже неадекватная реакция. А вы, Валентина, что скажете? Здесь, мабуть, точно такая ситуация. Персонал виснаженый. Я стараюсь отправлять, хотя бы по два тижня, чтобы люди йшли в отпуск, и трошечки відпочивали. Дуже много пациентов, насправді, чему-то вважают, что мы им что-то должны, что мы им просто обязаны. Все мы ездим в громадском транспорте, и чуем, и коллеги рассказывают, сколько они получают, какие у них зарплати, они ничего не делают, леков нет. Ну, какой-то тотальный негатив с боку населения, чему-то до лекарей, и особо до инфекционистов. Тяжко персоналом. А вы бы чего, Валентина? Вы больше про цветы или про шоколад? Вам бы что было? Или вообще что-то другое? Я даже не знаю, да, мабуть, про какие цветы. Мабуть, нет. Нет. Но много знакомых телефонуют, питают, как ты, как вы, как справитесь. Ну, телефонуют. И общие пациенты, и знакомые, и друзья, и коллеги, и иншие специальности пытают, як обслуживаться. Психологи пытались предложить свои услуги персоналу больниц? Приходили ли к вам как заведующие, либо как главному врачу психологи, которые говорили, что мы готовы, как волонтеры, работать с вашим персоналом в такой истории? У нас на было такого. У нас взверталась и до нас. Я думаю, что такая можно и висевать. Приходила ли к вам церковь с этой историей? Проактивно сама церковь любой конфессии, что, ребята, если вам нужна помощь, мы готовы, как волонтеры приходили говорить? К вам приходили? А к вам, Светлана, тоже? То есть церковь участвовала? Да. Окей. Как вообще оцениваете волонтерскую помощь? Много ли вам помощи волонтеры оказывают сейчас? Именно у вас в больницах? Потому что я просто знаю, как в других, есть очень большая помощь во многих регионах, но именно у вас волонтерская помощь велика или нет? У нас зашел спонсор, эта компания Нибулон, и увидев такого мощного спонсора, и он действительно очень много сделал для больницы, все остальные, волонтеры и прочее, видимо, решили, что нам больше ничего не надо, хотя нам много чего надо, но как-то все сказали, а, супер, там есть не было, значит, все проблемы решили. А у вас как, Валентина? У нас особенно на початку, когда началась заболевание сниковид, очень много нам помогали. Это были просто люди, это были чьи знакомые, мои знакомые, друзья, это были волонтеры, которые помогали больше, это были засоби индивидуального защитства, комбинезоны, респираторы, маски, рукавички, дезасоби, помогали нам и такая организация, как пациенты Украины, концентраторы нам закупили. Ну, нарази сейчас дещо меньше, больше все за рахунок лекаря, мабуть, областного поджаря. Светлана, почему вы решили такой быть активной в коммуникации? Как вы вообще рискнули выйти с блогом в этой истории? На самом деле, понимаете, тут система была такова, что я понимала, что в нашем городе это будет катастрофа, если не взворошить. И самое парадоксальное было, что в Киев я увидела впервые от Министерства адекватные документы, алгоритмы, маршруты, ну, то есть шапка была адекватная. На местах эта шапка начала переиграться, подстраиваться, от того, я была врача, знаю лучше, это моя подружка, значит, мы туда не будем возить, а давайте пойти, там нарисуем, а тут напишем, на Киев пошлем такую статистику, знаете, я понимала, как инфекционист, чем грозит эта эпидемия, и пока на вот этих началах приходилось ворошить. А не боялись вы, что вас просто с работы уволят за это? Верите, я двумя руками за была бы уволиться, то есть я на тот момент не была с ребенком главврачом, просто дураков не было, желающих всегда пойти по работе. И сейчас мне, я не то что боюсь, мне ответы говорят, что как только сейчас ситуация стабилизируется, это мне опять же говорит заместитель начальника управления, что опять здесь не будет, время разбрасывать камни, время собирать камни, я там аппаратчик классный, мы тебе все равно вы, поэтому у меня пять-то нечего, у меня же так и так и так. Здесь штрафбат, я же приводила пример, мы в штрафбате, и я командир штрафбата, который, если не задавит ни кули, ни слове, то его все равно выбросят или расстреляют своих. А вы вот в результате такой проактивной коммуникации на Фейсбуке, какие у вас были приятные неожиданности из-за нее? Вот вы раз что-то публикуете и что-то волшебное произошло как результат, что это было? Вы знаете, на самом деле приятная неожиданность, что как-то все партии объединились, облсовет единогласно голосовал за те моменты, которые нам были нужны. Это был нонсенс для нашего города разрозненного, что все сказали да, за все здорово будет. Приятная неожиданность, что люди, пациенты и родственники, у нас нет ни одного конкрета, все приходятся в открытой душу, говорят спасибо, возьмите нас к себе, мы хотим к вам. Это приятная неожиданность, что сейчас я стала выходить на улицы, в ближайшие два месяца назад я не могла себе позволить, даже дома. Сейчас на улицах люди подходят, узнают, узнают это приятно и говорят все спасибо, раньше такого не было. То есть коммуникация все-таки дала свои плоды, вот такой открытый диалог, где вы все честно показываете, оно дало свои плоды. А как вы оцениваете медиа? Насколько медиа стала больше вами интересоваться, насколько больше запросов от прессы, например, национальной либо местной? И как вообще у вас с журналистами история происходит? Медиа стали, конечно, больше интересоваться, и национальные каналы, и местные каналы. Вы знаете, журналист любой, я обожаю журналистов. Даже когда про меня гадости пишут, я реально считаю их чуть ли не святыми людьми, наверное, какое-то неправильное мнение, наоборот, и все не думают. Но на самом деле, поднимая проблему, даже ругая меня в чем-то, или называя там какой-то там нехорошей, но эта проблема освещается, выходит на поверхность, и она все равно решается так или иначе. Поэтому тут надо выбирать решение проблемы, а не личные. И как бы, поэтому я благодарна, прежде всего, благодарна журналистам за то, что это освещается, за то, что слово, пускай его обсуждают в сети, пускай его обсуждают на телеканалах, но это, пускай говорят плохо, но это идет на широкое обсуждение и решается. Это самое главное. А у вас, Валентина, как? Чего хотите по коммуникации? Хотите больше коммуницировать как заведующая? Хотите, чтобы больница больше себя показывала? Достаточно, недостаточно? Я думаю, что у нас дожидает без коммуникации. Все у нас гаразд. Такой немножко странный вопрос. Я вижу по отзывам людей, что очень плохо, причем людей, даже которых я знаю лично, что очень плохо в больницах происходит вот этот весь контакт, когда кто-то погибает, когда кто-то умер. ну, то есть и коммуникация персонала, и вообще вот все, что связано с тем, когда там, например, забирают человека, который умер, да, и так далее. Как вы у себя, что вы поменяли, что вы просили свой персонал делать иначе, для того, чтобы эту историю, ну, как-то чуть-чуть людям, хотя бы как-то ее облегчить? У меня тут как раз зашел заведующий реанимации, немножко вклинивается разговор, извините, мешает. Но он услышал этот вопрос, и он сегодня похоронил двух пациентов, ну, вчера за сутки заведующий был на дежурстве, и, к сожалению, два пациента у него тяжелых, на ИВЛ были длительным, и поэтому я вам прям напрямую скажу, рядом заведующий не даст соврать. Это всегда тяжело для персонала. Это, у меня, понимаете, до сих пор, я это даже где-то писала, у меня до сих пор медсестры плачут. Когда медсестра в реанимации после гибели больного плачет, это говорит о том, что они все потеряли. До сих пор персонал тяжело это переживает, но вы знаете, Бог миловал, с родственниками, на этот счет родственники видят, всегда мы при, ну, участие идет, родственники видят, как мы, сколько усилий прилагается, и поэтому со стороны родственников, ну, пока не то, что ни одной претензии. Даже в таких ситуациях нас благодарят и говорят спасибо, что мы делали здесь. А у вас, Валентина, как? У нас тяжкие пацієнты, край тяжкие пацієнты, одразу переводятся в реанимационное отделение. Воно у нас окремо. У нас, как я уже говорила, есть палата интенсивной терапии. Ну, и если пацієнты помирают, то это в реанимационном отделении. Так же, мы, ну, мы не имеем каких-то конфликтов с родственниками, потому что все им поведомляют, говорят, они бачят, что все, что нужно, все, что возможно, все это делается и выполняется. А вот сейчас, когда идет до девятой вал и уже штормом там всех накрывает, что вы хотите в этом эфире сказать пациентам? Чего хотите от пациента? Давайте какой-то посыл им. Или не пациента, а просто человека. Он еще не пациент. Ну, вот, чего вы хотите ему сказать, чтобы он что? Будьте осторожны, берегите себя прежде всего, берегите окружающих, это немаловажно. Понимайте, что это есть. Это вот не заговор. Ну, у нас просто, наша область очень эмусируется эта тема, что никакой короны нет. Это преподносится даже некоторыми первыми лицами. Мэры устраивают праздники, этот день молодежи, мы сейчас пожинаем. Я хочу сказать, что коронавирус есть. И он близко, и он рядом. И вы не знаете, кто рядом с вами там едет на шутки или заходит в магазин. Поэтому берегите себя, берегите друг друга и доверяйте врачам. Тут в этой всей ситуации важно доверие. А у вас, Валентина, какой посыл людям? Я бы, мабуть, так само сказала, что береженого Бог береже. Тобто, те все рекомендации, которые мы слышим щодня, которые мы говорим своим пациентам, мабуть, они мают этого всего дотримоваться, чтобы берегиться якость ведь все их уроки. Будет ли какое-то другое отношение персонала либо менеджмента, либо там, Светлана, вас как менеджмента, либо там, ваша Валентина, как управленца в отделении в конкретном, отношение к вакцинации от гриппа в этом сезоне? Насколько персонал, например, хочет больше в этом сезоне вакцинироваться от гриппа, либо от гриппа и пневмокока, либо, в принципе, это вообще не является частью дискуссий именно у персонала сейчас? И насколько это возможно финансово, если они хотят? У нас это не является предметом дискуссий, потому что всегда все, кто желает, прививаются, за свой счет прививались в прошлом году и как бы спрашивают, прививаемся, прививаемся, пошли, привились. Большой процент? Потому что в этом году это будет иметь несколько иное значение. Большой, да? У нас практически, да, у нас очень высокий процент от всех. У нас от кори, народ прививался, от гепатита. Сами за свои деньги или будет возможность купить у больницы? У больницы возможности купить не будет. Я вам объясняла, почему. Мне зарплату платить нечем. Я думаю, что если я людям скажу, знаете, я решила вам купить прививок, а зарплату я вам сейчас уменьшу. Ну, это вызовет неоднозначную реакцию. Мы просили у спонсоров, нам глиноземный завод немножко помогал в прошлом году привить персонал. То есть они нам поставляли прямо вакцины в небольшом количестве. Кто мог, врачи, кто получает больше, те покупали медицинских санитарных пожеланий. Мы прививали. Как будет в этом году? Я настроена на то, чтобы персонал был привитый, я настроена с пемицы вставка цены. Ну, как это будет, пока не могу сказать. А у вас, Валентина, как с этим обстоит? Минулими руками персонал прививался за власні кошти. Как будет цього року, не могу вам сказать, но очень небольшая кількость спортивников и я предполагаю, что мы будем всячески развлекаться как инфекционисты во всем осеннем сезоне. И, наконец, мой последний вам вопрос, потому что больше часа вас держать в этом эфире нельзя, потому что вы заняты, и вам надо бежать смотреть пациентов и управлять всем, чем вы можете управлять. Что вы нового узнали о себе, о любви и о дружбе за время ковида? Я слышу мужской голос, это, наверное, завтра реанимация, который что-то вспомнил о любви. На самом деле, да, вот я ему предлагаю выйти с кабинета, он очень желает получать людей, но это шутка. На самом деле, я, наверное, узнала, что много людей любят и намного больше, чем ненавидят. Мне это приятно. Особенно за всех новыми людьми. Я слышу мужской голос. Светлана, а что вы о себе узнали нового за время ковида? Много нового, много интересного. Я могу возглавить людей, которые идут на смертельно опасную работу. Это, дорогая наша заведующая реанимация, подсказывает мне, что я могу возглавить людей, которые идут на смертельно опасную работу. Правильно ли я вас понимаю, что вы некоторым образом почувствовали себя военно-чаян? Воен-начальником. Это правда. Еще раз, простите. Правильно ли я вас понимаю, что вы некоторым образом почувствовали себя воен-начальником, как полководец? Не воен-начальником. Я почувствовала себя, еще раз повторю, командиром штрафбата, который может держать штрафбата и выполнять задачи. Вот показывать, и мы выполняем эти задачи. А вы, Валентина, что о себе узнали? О дружбе и любви? И о себе? Я на вид, мы можем вам сказать и о себе. Не знаю, не знаю, что нового я узнала. Наверное, не могу ответить. Единственное, что люди, которых я знала много лет, почему-то они с другого боку себя показали. с худшего? С худшего. которые, это коллеги или больше? Это коллеги, да, коллеги другого, тех людей, которые не относятся к нашей профессии, которые ее посмотрят. Я обязательно буду вам потом звонить и спрашивать, о чем я вас не спросила и советоваться, как строить дальше следующие серии этого сериала, потому что мне кажется, что очень важно продолжать такие между вами диалоги. Я имею в виду между разными регионами, между разными больницами. И я вам очень благодарна. Я вам желаю, чтобы вы этот девятый вал пережили с наименьшими потерями для себя и наоборот, чтобы вы больше узнавали о себе, о дружбе и о любви, насколько это возможно в такой военной обстановке. Хорошего вам дня и хорошего, скажем так, скольжения по волнам девятого вала. Спасибо большое. Спасибо. Держитесь к вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.